Всем привет, вы на канале RunMix, сегодня мы будем играть в игрушку под названием Epic Battle Simulator. Пройдем несколько уровней и устроим какой-нибудь кастомный трэш. Ну и в принципе, давайте начнем с главного меню, что мы здесь видим. Ну по графике видно, что графика тут вообще не блещет. По-моему, такая игра уже наподобие была, но я про нее обзор не делал, и возможно как-то про нее тоже сделал. Ну давайте начнем с уровней. Итак, здесь есть один глюк при переходах, я прошел первый уровень, но давайте в принципе я еще раз пройду его. Так, и по-моему я его прошел вот этими юнитами, ставим 5 юнитов, давайте сразу я вам покажу. Здесь у нас в общем такая арена, мы можем летать по ней смотреть, что, да, как происходит. Вот это вот красные враги, а синие синим это не получается. Так, и в общем-то мы победили без потерь, можно сказать. Отлично. Есть настройка камеры, там слева вверху было. Так, первый уровень, давайте продолжим. Сразу вам расскажу, что тут да как тут. Вот у нас даны монеты, за них мы должны вложиться в покупку юнитов. Их здесь такое, ну, среднее количество. Есть обычные, а есть эпичные юниты. Как эпичных открыть, я еще не разобрался. Так, за просмотры рекламы нам дают монеты. И вот, короче, красный значок, там где я два мяча, это то количество, которое максимальное может поместиться в наших юнитов на поле. Единственное, что я еще не разобрался, как просматривать команду противника. Но, в принципе, ничего. Окей, давайте, ну, кого мы поставим. Я даже не знаю, баллисту может. Хотя нет, баллисты у нас нет. Не, ну она есть, но я думаю, это не самый выгодный вариант для нас. Давайте вот арбалетов поставим. Так, ну, примерно вот так вот в линии. И кто здесь у нас? Обычные юниты и еще какие-то юниты. Похоже на самурай. Но навряд ли это самураи, на самом деле. Так, окей. Наши пока что справляются отлично юниты. И вот слева вверху вот кнопка, она перераспределяет управление камерой на поле. Ну, сами поклацайте, скачайте, посмотрите. Так, второй левел, только пройден. Третий. Еще я вам не все рассказал. Здесь, если вот, например, поставить несколько юнитов, то вот под кнопкой Home, это справа вверху есть, но как леер. Она убирает полностью всех юнитов. Но это так на всякий случай. Давайте попробуем, ну-ну-ну-ну, гигантов с оружием. Здесь у нас уже лучники и еще какие-то юниты подобия самурай. Но наши гиганты их довольно быстро валят, потому что уровни, на самом деле, сейчас язычные. И не знаю, сколько мы пройдем. И еще хотел на один вопрос ответить. Вот некоторые мне спрашивали, когда я уже начну снимать в другом помещении. Я уже неоднократно повторял, что я не дома. Ну, не знаю, осенью, скорее всего. Еще был такой вопрос насчет стримов. Когда я их буду проводить? Честно, не знаю. Тоже, скорее всего, осенью, но их будет довольно много. Больше ждите, ну, под Новый год, после Нового года, где-то так. А вообще, ну, в принципе, не знаю. Я еще как-то отдельно выложу ролик про то, какое у меня будет осеннее расписание. Я еще сам, на самом деле, не знаю. Ну ладно, давайте вернемся в игру. Так, что мы поставим? Я вот думаю, возможно, использовать пушки, но я думаю, это не лучший вариант. Давайте лучше вместо пушек возьмем... Ну вот, СМ-16 солдат. И у нас еще... А, нет, я думал, хватит, но не хватит. Так, нормально. Отлично, они вообще их на изях валят. Тоже хорошие солдаты. Единственное, что в этой игре меня расстраивает, это то, что нельзя выбирать графику. Так, еще какие-то алмазы нам все время дают. Я не знаю, для чего они нужны. Но да ладно. Так, пятый уровень. Уже достаточно много монет нам дают для того, чтобы поставить юнитов. Ну, давайте подумаем, кого можно поставить. Так. Хм. Я предлагаю попробовать зануть баллисту. И у нас еще останется монет на... А, это вот, варьер. Обычный солдат. Я думал, это какой-то СМурай. Ну ладно. Так. Лученькие, обычные... Человечки, прям их вызвать. Ну, в принципе, понятно. Так. Окей. Но я думаю, баллисты порешают, хотя они... Ммм. 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 Блин, ну вот если в толпу баллисты как зарядить... Скорее всего, баллисты не порешают, поскольку они... Да может, сильных юнитов, они... Тут разброс. Это нужно было гигантов, скорее всего, брать. Так. Ну да, в принципе, я так и думал. Мы проиграли. Покерпели поражение, так скажем. Так. Окей. Давайте еще раз. Используем, пожалуй... Ну, почему бы и нет. Тоже М16. Можно использовать. Еще хватит, да. Ну давайте попробуем вот. С молотом таким. Нет, я его еще тоже не юзал. Так. Окей. Так. М16 наших уже повалили всех, я смотрю. Воу, он с первого раза их валит. А, этого не получилось в первого раза. Хм. Не совсем понятно, кого он валит. У него много хп, наверное. Не, ну а сколько он уже волн продержался. И тут еще М16-1 остался. Ну ладно. Опять поражение. Давайте еще раз. Так, еще раз. Кого мы юзанем? Варвара. Давайте попробуем. Если вам по определенной игре хочется больше обзоров или еще что-то, вы хотите какую-то, чтобы я и грустил, пишите в комментах. Я все комменты читаю. И возможно именно ты попадешь в следующее видео, если пишешь свой коммент. Так. Окей. Ну, в принципе, да. Похоже, что наши юниты с ними на изях расправились. Ну вот, 4 на 4. Да? Окей. Ну да, нельзя. Конечно, не с первой попытки, но все же. Так. Окей. Шестой лейл. Интересно. А что если... Что если... Я даже не знаю, кого юзану. Давайте вот этих вот ребят еще заезжаем. За хвалетами. Так, так, так. Оу, новая карта. Эту карту я еще не видел. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, юниты у противника те же самые. И у нас, похоже, преимущества. Возможно, мы сейчас победим. И, наверное, это... Последний уровень, который мы пройдем, перед тем, как мы устроим трэш. Да, мы на изях победили. Потом оценим. Потому что интернета у меня сейчас нету. Ну, как бы... Сами понимаете. Так, окей. Еще я кое-что вам не рассказал перед трэшем. Я обещал, что если мы наберем 50 подписчиков к новому году, я еще, возможно, куплю камеру. Ну, я над этим думаю, поскольку у меня есть одна альтернатива, которая тоже может появиться как раз к новому году. Но все равно цель остается в целе 50 подписчиков. Это наша ближайшая цель. И да, у нас уже 636, по-моему, просмотров или 33. Точно не помню. Но все равно это уже достаточно много. А мы стремимся к тысяче. Прошли мы в пороге 25 подписчиков и 500 просмотров. Я думаю, это неплохой старт. Примерно сколько мы уже идем? Ну, примерно 2 месяца развития идет. Так, ладно. Кастом. Это означает, что мы можем создавать свой бой. Так, бассейнная армия, красная армия. Я не знаю, на кого мы будем делать ставки. В общем, давайте попробуем заставить очень большое количество ячейок. Кого мы туда поставим? Ну, я думаю, я хотел бы вот таких вот чуваков. Два ряда выставить. Или три даже. Три ряда. А потом давайте балетов два ряда выставим. Эм, так. Напоследок катапульты в два ряда. И баллисту в последний ряду. Теперь красная армия. О, последний одинаково попробуем построить. Так. Здесь поставим два ряда баллист. Я хочу здесь завязать гигант. Так. Хм. Есть у меня некоторые сомнения. Так. Хм. На кого же поставить? Я, на самом деле, даже не знаю. Вот я честно не знаю, на кого мы поставим. Я думаю, на синюю армию я поставлю. Воу. Вот это жёстко. Вот это жёстко, ребята. Так. Вот это сейчас трэш будет происходить. Эм, так. Пока что я не вижу никаких потерь. А, хотя, смотрите. Гиганты на изях с ними расправились. Эм, так. Воу. Воу. Да, я так и думал. Скорее всего, вот эта команда, на которую я поставил, она и победит. Эм, почему я так решил? Ну, здесь много катапульций. И в рао было почти несколько целей, а одна. Поэтому я так и решил поставить. Ну да. Я думаю, исход битвы очевиден. Но, ради вас я сделал ещё одну битву. Скорее всего. Эм. Так. Просто поменяем вражескую команду. И на этом, пожалуй, не закончим. Так. Окей. Ну всё. Эм, потери однозначно большие у обеих команд были. Но у нашей команды, точнее моей, за которую я ставил, они были гораздо меньше. Так. Ну, сразу всё чистим. Построю, пожалуй, я хочу сделать. Вот так. Дальше. Эм, кого я заю, заю. Давайте гладиаторов заю, заю, заю. Ммм. Динамит заю, заю. Ну, и, пожалуй, оставшиеся деньги. Кого мы докупим. Ну, давайте, поскольку я победил, у них немного. А, хотя. Нет. Я же одного юнита не досыл. Вот теперь всё по цене одинаково. Но мне почему-то кажется, что всё равно моя команда победит. Оу. Кармикадзе. Но всё равно это им очень даже сильно помогло. Они уже добрались до арбалетов. В то время как пушки с баллистами подъезжают. Интересно. А, арбалетов... Порешали. Окей. Здесь уже потери у пушек есть. У катапульт есть потери. По-моему, их нет. А, нет. Первые потери уже есть. И это, скорее всего, решают уже баллисты. Пушек нету, они слили. Воу. Нет. А, синяя армия всё равно победила. Остался последний арбалет у красной армии, но его тоже зарешали. Ну, я думаю, обзорчик вам понравился. А с вами был Ренликс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите слово обзор, если хотите ещё больше обзоров. Ну, прохождение, не знаю. Прохождение по каким играм пишите, если вы хотите увидеть. Просто пишите любой хороший коммент. И вы попадёте в следующее видео, скорее всего. Ну, а, всем пока. Хорошей производительности в играх на ваших телефонах и ПК. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok